Сегодня, 23 декабря, исполняется 100 лет со дня рождения Николая Михайловича Таргашина, основателя и первого директора Красноярской краевой специальной библиотеки для слухих. Очень важно и для читателей, и для молодых сотрудников знать и помнить об этом человеке, который долгие годы возглавлял библиотеку, всей душой болел за свое дело, трудился на благо людей. Николай Михайлович Таргашин родился в Красноярске 23 декабря 1920 года, получил среднее образование. Свою трудовую деятельность начал в 1938 году. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии и отправлен на Дальний Восток для охраны государственной границы. Сразу после начала Великой Отечественной войны Николай Таргашин был переброшен на советско-германскую границу. Во второй половине 1944 года 16-я гвардейская дивизия, в состав которой входил взвод батареи 76-мм пушек под командованием лейтенанта Таргашина, вступила в Восточную Пруссию. Здесь и закончился боевой путь молодого офицера. В одном из боев он был контужен и тяжело ранен в голову. Врачи сделали все, чтобы спасти ему жизнь, но зрение сохранить не удалось. Николай Михайлович стал инвалидом первой группы по зрению. В течение нескольких лет он еще немного видел. Позднее наступила полная слепота. Выписавшись из госпиталя в июне 1945 года, Николай Михайлович приехал в родной город. Поступил в педагогический институт на исторический факультет, где и встретил свою половинку, тоже участницу войны, Клару Александровну. Поженились они на втором курсе. После окончания института супруги Таргашины получили специальность преподавателей истории и были направлены на работу в Енисейский педагогический институт на кафедру истории КПСС. Десять лет они успешно занимались педагогической деятельностью, но напряженный труд и северный климат, а также трагическая гибель шестилетней дочери отрицательно сказались на здоровье Николая Михайловича, и супруги переехали на юг края в город Минусинск. Временно Николай Михайлович оказался без работы, но бездеятельность была не свойственна бывшему фронтовику, и он ответил согласием на предложение краевого правления Всероссийского общества слепых возглавить создаваемую в Красноярске спецбиблиотеку для слепых. В сентябре 1963 года Николай Михайлович Таргашин стал ее первым директором. Бывший офицер взялся за дело по военному со всей основательностью и упорством. В марте 1964 года библиотека приняла своих первых читателей. За короткий срок Красноярская спецбиблиотека вошла в первую десятку лучших спецбиблиотек Российской Федерации и стала одной из крупнейших за Уралом. Был накоплен богатый книжный фонд, организована запись говорящих книг по краеведению, звуковых журналов, учебников, собран фонд «Грампластинок», что явилось новшеством в работе спецбиблиотек. Создана разветвленная сеть библиотечных пунктов от Норильска до Таштыпа. В 1973 году был открыт филиал в городе Абакани. Особой гордостью директора была единственная в спецбиблиотеках России мини-типография, созданная в 1970 году. Учитель истории по профессии Николай Михайлович был еще и отличным изобретателем. В конце 1960-х годов он сконструировал ручной станок для размножения небольших по объему брайлевских текстов. В качестве наборного материала использовались обычные гвозди, которые Николай Михайлович собственноручно обтачивал, шлифовал, чтобы их округлые концы, не прорывая брайлевскую бумагу, оставляли на ней четкие, хорошо читаемые пальцами точки бугорки. Так в Красноярской спецбиблиотеке появилась своя мини-типография, в которой тиражом до 100-150 экземпляров печатались по системе Брайля аннотированные списки поступивших в библиотеку новых книг в изданиях для слепых, рекомендательные списки литературы. Их рассылали почтой читателям заочного абонемента в библиотеке Края, в школы-интернаты для слепых детей. Николай Михайлович, как никто, понимал, как важно для незрячих людей образование. Все оборудование мини-типографии исправно работало вплоть до появления брайлевского принтера в середине 90-х годов. Пресс для печати, как реликвия, в настоящее время бережно хранится в библиотеке, занимает почетное место в Тифлоэкспозиционном зале библиотеки. В декабре 1979 года Николай Михайлович Таргашин по состоянию здоровья оставил пост директора и перешел на должность старшего библиотекаря отдела комплектования. Прекрасно разбираясь в специфике работы с незрячими читателями, Николай Михайлович делился своими знаниями с молодыми коллегами. С 1991 по 2001 годы в связи с переездом в поселок Подгорный он работал на дому. Николай Михайлович Таргашин пользовался заслуженным авторитетом среди незрячих, был членом КПСС, более 10 лет членом Президиума Краевого правления Всероссийского общества слепых, возглавлял Совет работников интеллектуального труда при Президиуме Краевого правления Всероссийского общества слепых. Он играл значительную роль в становлении молодых незрячих специалистов. Благодаря его просветительской, наставнической деятельности, многие из них получили высшее образование и успешно реализовали себя в трудовой деятельности. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Николай Михайлович был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе двумя орденами Отечественной войны, первой и второй степеней. За трудовую деятельность он был награжден почетной грамотой Министерства культуры РСФСР, неоднократно денежными премиями, почетными грамотами Краевого управления культуры, Краевого правления ВОЗ, Центрального правления ВОЗ. Николай Михайлович Таргашин ушел из жизни 2 июня 2002 года. Он оставил заметный след в истории реабилитации незрячих и слабовидящих людей Красноярского края средствами культуры и искусства. Благодаря самоотверженному труду Николая Михайловича Таргашина и его верной соратнице и супруге Клары Александровны, библиотека на долгие годы получила мощный импульс для своего развития. Информация о Таргашине представлена во втором выпуске библиографического справочника «Кто есть кто среди незрячих и слабовидящих в Красноярском крае», составленном Галиной Павловной Шушковой. Доступна в плоскопечатном и аудиоформате на компакт-диске. Также на сайте библиотеки вы можете прочитать статью «На всю оставшуюся жизнь», где более подробно описана биография Таргашина, его воспоминания о ранении и полевом госпитале, о начале работы в библиотеке. До последнего дня в этом мужественном человеке жило воспоминание о красках лета и земли, рассветах и закатах, которые он уже не видел. Все эти краски заменила ему библиотека, которая была для него на всю оставшуюся послевоенную жизнь глазами. Память о Николае Михайловиче будет жить, пока существует Красноярская краевая специальная библиотека Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.